Всем привет друзья, с вами как всегда Робзи и добро пожаловать на вторую серию по рубрике Скайблок в Роблоксе, но у меня только один блок. И почему так называется данная рубрика? Потому что я начинал свое развитие всего лишь с одного блока земли. Теперь конечно мой остров отличается от первоначального вида. И кстати я прочитал сотни комментариев под первой серией. Ребят, огромное вам за это спасибо. Я узнал как правильно выращивать деревья, как выращивать ферму, как крафтить и как здесь фармить ресурсы. Ребят, огромное вам спасибо и сегодня у нас куча будет задач. Во-первых, смотрите, остров у меня увеличился очень сильно с одного блока, здесь уже стало блоков 200 земли. Я построил небольшую ферму деревьев, которую собираюсь сносить, потому что теперь она для меня бесполезна. Потому что вы сказали, нужно ставить деревья где-то 6-7 блоков друг от друга, чтобы они вырастали. Смотрите, я построил себе уже второго уровня верстак, сегодня я собираюсь сделать третьего уровня. И ребят, самое главное, я собираюсь построить первый домик в этой игре. Я уже себе сделал немного досок, у меня есть 196, но это еще не предел. Сегодня мы займемся очень важным заданием. Смотрите, мы должны с вами сделать третий верстак. Для этого много всего надо, я не знаю, успеем или нет. Смотрите, я нафармил 20 клена, мне уже хватает. Нужно 50 кирпичей и 20 стальных стержней. Окей, кирпичи я понимаю, что нужно вот здесь добывать, но у меня этой штуки тоже нет. Поэтому, для начала мы ее с вами скрафтим. Нужно, получается, 40 железа. У меня как раз-таки это все есть. Ну и поставим, это у нас каменотез, я так понимаю, да? И здесь мы с вами можем что-то построить. Уголь, а вот камешек, ребята. Здесь нужен уголь для как топлива. И из этого всего у нас получается, по идее, каменные кирпичи, если не ошибаюсь. Смотрите, нужно еще немножко угля подкинуть. Да, ребята, окей. Крафтится сразу по два каменных кирпича, это нормально. Мы закидываем, пускай пока что крафтится. Но смотрите, нам нужны стальные стержни. Я их пока что здесь не вижу. Как вы понимаете, кирпичи здесь можно делать. А где делать стальные стержни? Я без понятия. Почему? Потому что я без них тоже не смогу построить третий рестак. Возможно, они находятся вот здесь. А для этого мне нужно еще 30 железа. Окей, смотрите, у меня здесь есть камни, делаем кирпичи. Попутно у меня есть две такие печки. Смотрите, я сюда забрасываю себе сразу железо и поджигаю их тоже углем. Я специально сделал две такие печки. Кстати, можно будет три угля сразу забрасывать. Давайте я тоже угля сюда подброшу. Смотрите, вот три железа мы скрафтили. Ребят, сегодня у нас будет много крафта. Смотрите, железо забираем. Мы закидываем еще. Ну, я думал, кстати, будет намного дольше. Но с двумя такими печками мы справляемся на ура. Так, здесь мы забираем камни. Забираем камни, подкидываем угля и бросаем еще камешка. Блин, как это все происходит? Слушайте, честно, я вот первый раз крафчу. Я сделал только недавно эти печи. Подожди, у меня в руках эти кирпичи. Нет, я заберу себе его. Так, нужно подбросить. У меня 18 железа. Как раз таки. Я думаю, что, кстати, мне не хватит этого всего. И мне придется еще пофармить. Так, забрасываем сюда, пока все крафтится. Мы здесь забираем еще железяки. Смотрите, у нас печка горит, но я подброшу еще уголька. 12 у нас осталось. 2 угля я заброшу для растопочки. Здесь у нас 3 железа, 3 угля и еще 9 перекрафтим. Смотрите, мы с вами быстро справляемся. Я, правда, не успеваю камни здесь. Блин, я не успеваю камни забрасывать. Слишком все быстро происходит. Так, здесь мы тоже забираем железо и забрасываем последние 3 куска. Все, там мы с вами справились. Подкидываем уголька, забираем каменные кирпичи, накидываем новые. И у нас уже 12 каменных кирпичей. Забираем железо здесь и здесь у нас по 3 блока. Все, смотрите, получается, мы с вами можем построить наковальню за 50 железа. Крафтим наковальню и поставим временно ее, наверное. Ну, пускай она постоит. Да фиг стебожи не. Давайте мы поставим ее где-нибудь, поставим уже эту наковальню. Все, пускай здесь стоит. Можно ли здесь крафтить железные стержни? Да, вот они, стилрот. Для этого нужно... КОГО? ЧЕГО? Подожди. Мне нужно... Офигеть! Вы представляете? Мне нужно, получается, на 1 железный стержень 25 железа. А для того, чтобы мне с крафтить 3 наковальню, мне нужно 20 железных стержней. То есть это, получается, 500 железа. Вы че, сумасшедшие? Серьезно? Я не успе... Ребят, ну, мы вряд ли сегодня успеем данную систему сделать, поэтому 3-й уровень рстака для меня откладывается. Я думал, что успеем сегодня построить, но, как видите, смотрите. Окей, кирпичи мы сделаем, но железные стержни это... Это прям максимально слишком. Блин, как кирпичи. Тут, видите, нужно стоять, получается, постоянно крафтить. Ладно. Эти печки у нас горят. Это все хорошо. Давайте мы займемся потихоньку постройкой нашего домика. Ну, хотя бы сделаем начальный его, скажем так. Так, вот, корпус или хотя бы пол построим. Так, давайте пол мы сейчас построим, потому что, ну, без домика как-то не очень. Я, кстати, здесь построил все два дерева. Точнее, поставил. Это самые дорогие деревья в игре. Они, как бы, ты их срубаешь, потом снова ставишь, снова срубаешь. Это у нас клен. Стоит они около тысячу, если не ошибаюсь. Да, тысячу стоит. Смотрите, дерева у меня уже много. Конечно, я не буду стоить дом из клена. Это было бы сейчас, ну, максимально расточительно. Я пока что сделаю, ну, вот примерно вот такого размера домик. Я клен хочу оставить возле входа. Надеюсь, он будет расти и дом не помешает. Так, это у нас пока что пол, ребята. Возможно, я потом, конечно же, это все расширю. То есть, это пока что минимально. То есть, у меня не столько много досок, как хотелось бы. Это пока вот начало. Начало, 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 как говорится. Поставим первый какой-то фундамент для этого домика. То есть, ну, знаете, начнем развиваться. У меня есть, конечно, ферма деревьев. Я сейчас ее вырублю, наверное, переставлю. Почему? Потому что, мне кажется, когда деревья ближе растут, это удобней. Ты когда вырубаешь одно дерево, сразу вырастает второе. Так, подожди, мне это нужно забрать. Да, ребят, не обращайте внимания на то, что у меня железный топор, железная кирка. Мне, скорее всего, подкинули подписчики. Я не виноват. Но я как бы не стал отказываться, потому что они не скинули. И я просто-напросто это забрал. Итак, смотрите. Мы поставили с вами уже фундамент. И начинаем делать хотя бы первую стеночку. Первую стеночку, потому что, конечно, здесь не нападают никакие зомби. Но, ребят, понимаете, ну, так же красиво. Смотрите, ну, серьезно, посмотрите. Уже домик. Уже можно где-то, как говорится, обитать. А то я сплю, получается, на улице под дождем. Картоночка мокнет. Ну, не очень хорошо, правильно? Не нравится такое вам, да? Я хочу тоже домик себе иметь. Я хочу, чтобы все было красиво и хорошо. Не знаю, сколько будет этажей. Но сегодня, как бы, хотя бы одноэтажный мы с вами закрафтим, сделаем. Я покажу, кстати, как я фармил эти доски. Точнее, крафтил эти доски. Так, у меня остается буквально 30, кстати, видели? 30 досок, 30 вот этих кирпичей деревянных, которые у нас сейчас закончатся. Так, смотрите. Ну, я думаю, что... Ой, я нечаянно... Я не туда поставил. Так, у меня еще 20 есть. Я могу запрыг... Вот, могу запрыгнуть. А, смотри. Я не могу построить из-за того, что здесь мне мешает дерево. Ну, извини, дерево, пожалуйста, прости. Я тебя потом пересажу. Пересажу в другое место, потому что из-за того, что ты здесь раздешь, я не могу построить себе свой дом. Ну, как бы, мне дом дороже, чем дерево, поэтому сорян на сорян. Так, все кирпичи деревянные я потратил. Это мы тоже забираем. И это дерево мы тоже себе вынесем. Кстати, можно, знаете, что сделать? Можно взять себе немного блока земли. И сделать вот такое продление по два блока. И сюда по два блока сделаем. Мы здесь посадим, кстати, наше дерево. Теперь оно, по идее, не должно будет мешать. Да, не должно будет мешать стройке. И здесь дерево. Все теперь красиво и офигенно. Так, что мы должны с вами сейчас сделать? Мы должны с вами построить... Точнее, должны еще вырастить дерево. Забрасываем сюда сразу. Подкидываем угля. И уже начало крафтиться. Сразу крафтиться, если не ошибаюсь, по 12 досок за один раз. Вот видите, сразу по 4. Так, ну, мне кажется, это очень довольно-таки высокое здание получается у нас. И мне нужно обязательно сделать двери. Где-то я здесь видел двери, двери, а вот они. Если не ошибаюсь, это у нас дверка будет стоять вот так. Все, смотрите, прям красиво. Можно здесь поставить вот так, вот так, вот так, вот так. И у нас уже как бы есть небольшой домик. Ну и здесь мы с вами все это дело закроем. Так, а как заходить? Open door. Вот так вот, да? Окей. На них не хватает ступеньки. Мы раз и зашли в дверь. Все прекрасно. Ну, надо будет сделать вторую, чтобы сделать как бы двери как ставни, да? То есть две двери будут красивее открываться. Все красиво. Так, ладненько. Ммм, забираем себе эти доски. Мне нужно будет еще, наверное, подкрафтить немного. Потому что я хочу все-таки закрыть. То есть надо блоков 50, наверное, сделать еще. Хотя не уверен. Так, ладно. Давайте мы с вами пока что это все отложим. Сходим, продадим наши ресурсы. У меня еще, в принципе, есть бревна. И пускай это все крафтится. Подожди. Я закинул уголь. Смотрите. Вот эта ферма, в принципе, деревьев, она бесполезная. Почему? Мне сказали садить деревья и через каждые там 7 клеточек. Но по факту, если высадить деревья рядышком, все рядышком, они тоже вырастут. Не сразу, но тоже вырастут. В общем, я сейчас покажу, в чем прикол. Смотрите. Я здесь сорвал все деревья. Видите? Один блок висит в высоте. Его, ну, невозможно было вынести. Смотрите. Мы сейчас с вами высадим вот эти деревья, допустим, вот в маленьком кусочке. Это дерево мы тоже срубим, но здесь нечего ему расти. Ну, в принципе, и вот это дерево мы тоже себе забираем. Так, подожди. Пшеница. Пшеница, как видите, уже выросла. На одну пшеничку больше. Заметили? На две пшенички больше. Вылетело только что. Такие филетовые единички. То есть сейчас мы заполняем больше. У нас, с вами видите, то есть увеличилось поле пшеницы. Смотрите, деревья. Мы их высаживаем вот здесь просто все, все рядышком. Все. Нет смысла, нет смысла садить их далеко. Я не знаю, почему я вас так послушал, но, ребят, каждый имел право на свое мнение. Так, подожди. Какого черта здесь делает этот блок? Ну, слушайте. Нам, в принципе, уже хватает закрыть себе потолочек. Кстати, если я закрою, у меня произойдет изменение камеры. Но, ребят, смотрите. У нас есть первый домик. У меня есть свой первый домик. Причем даже с дверью. Смотрите, у нас еще остались блоки. Можем сделать себе такой маленький порожек. И все. То есть мы зашли такие. Хоп. У нас порох. У нас все красиво. Одной доски не хватило. Вот ты гадина, понимаешь? Одной доски. Вот. Все. Красота есть. Домик есть. Потом я сделаю крышу. Но сейчас мы с вами отправимся на этот остров. И, кстати, сегодня, знаете, что я хотел? Так как я буду развиваться, мне нужно купить за донат вот эту штуку за 400 робоксов. Здесь дабл харвест шанс. То есть двойной шанс фарма. Вип чат префикс. Экстра коины. Не знаю, что это за Golden Portal Flame. Но я, ребята, все это дело купил. Так. 400 робокса потрачено. Lighting Station и Floral Bench. Это, ну, визуальные эффекты. То есть это крафтить всякие фонарики. Это крафтить всякие, скажем так, растения. Стартер пак мне уже, в принципе, не нужен. Хотя 30 грас. 30 дерева. 10 ирона. Нет, нет, нет. Стартер пак уже не нужно. Я не знаю, что изменилось. Но, наверное, оно стоит перезайти. А вот после перезахода в игру я сразу заметил изменения. Как видите, портал у нас стал золотым прямо сейчас. Больше ничего. А больше ничего. У меня почему-то вот это все, куча всего забивается. Постоянно слетает. Немножко неудобно. Так, давайте забираем семечки. Забираем томаты, кстати. Нужно будет их снова посадить. Два семечка. Пшеница у нас тут выросла. И снова садим. Мы с вами сейчас должны кое-куда отправиться. В золотой наш телепортик. У меня, кстати, есть такая идея. Этот телепорт немножко облагородить. То есть построить здесь что-то красивое. Но почему бы и нет. Итак, что мы с вами делаем. Смотрите, это лайтстэш нам неинтересно. Здесь у нас повар нам не нужно. Можно продать блоки. Продать блоки сейчас камнем. Я бы не делал, потому что мне и так не хватает. Я лучше бы здесь покупал блоки. Мне иногда очень сильно не хватает блоков земли. Поэтому я их здесь покупаю. Дальше. Здесь продаю, допустим, пшеницу. 640 коинов на пшенице. Продаю все помидорки. Это я не буду продавать. Потому что мне нужны эти ягоды. Почему? Я сейчас сразу расскажу. Берем с вами меч. Берем с вами меч. И отправляемся в шахту. Точнее не в шахту. Мы отправляемся в данж. В который в прошлой серии я попасть не смог. Потому что, оказывается, нужно было просто-напросто купить данную фигулинку. Слайм. И айлен кей. В общем. Мы покупаем этот ключ. И отправляемся фигачить здесь ресурсы. Плюс здесь распавнятся у нас слаймы. Я уже встречал зеленых и синих. Говорят, что еще появляются у нас какие-то розовые. Невероятно редкие. С хорошим дропом. С этих слаймиков выпадают у нас шестеренки. Как видите, у меня есть вот две шестеренки. И в дальнейшем они нужны будут очень сильно для крафта. То есть шанс выпадения шестеренок маленький. И, ну, нужно будет фармить здесь очень долго. Дальше. Синих тоже нужно будет что-то выбивать. И будем с вами... Вот, видите, смотрите. Сразу два синих слайма находятся прямо возле телефорта. А что это? А, это не синий. Это... Кстати, вот так неудобно фармить. Если включить шифт, допустим, становится фармить намного проще. Аккуратненько отходим. Отходим, отходим. У нас, видите, пол хп сняли. Нужно фармить вот этих вот слизнячков. Добывать с них, кстати, зеленые шарики. Их можно продавать на выходе. Кстати, реально можно продавать. Они стоят по 15 монет. Тоже небольшой фарм. Так, давайте последнее добиваем. И после этого я съем одну ягодку. Сейчас, хоп. И я подхилился. Еще одну ягодку. И еще подхилился. В общем, все отлично. Так, смотрите. Фармим себе немножко уголька. Здесь у нас респавнится уголь и железо. Я пока больше ничего не встречал. Ну, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Розовый слайм. Это очень редкая штука. Поэтому нужно фармить. Нужно фармить его. Видите, все напали. Все напали на розового фарма. Кто зафарм... А кто его убил? А-а-а... Ну, явно не я, короче, слайма зафармил. Ну, походу, ты чувак зафармил. Или девочка. Возможно, девочка. Че, как он появился? Как он появился снова? А где его... Я, чувак... Появился чувак снова. И причем без головы. Очень странно. В общем, смотрите. С вот этих вот слизней фармится вот такой ключ. Кстати, выпало. Буфало Айленд Кей. Там находятся у нас еще другие мобы, ребята. Просто невероятные. Быки каменные. Которые тоже нужно будет фармить. С них выпадает разные тоже, как мне написали, железо. Всякие какие-то прикольные штуки. И здесь сказали, что бывает, выпадает золото. Я не знаю, насколько это правда. И сколько нужно фармить это золото. Я, кстати, ни разу не убивал еще этого кабана. Вот, первый раз напал на него. Смотри, какой он офигенный. Просто бычара какой-то. Сколько нужно его бить деревянным мечом? Пипец, как долго. У меня оружия, увы, другого нет, ребят. Только деревянный меч. И вот сейчас нужно максимально подхилиться. Что-то он меня почти чуть не убил. Берем ягодки. Вот, для этого они, кстати, и нужны. Ягодки. Чувак, пожалуйста, уйди. Уйди, не добивай его. Я его уже полчаса бью, понимаешь? Я должен сразить этого бычка. Так, вот. Смотрите. Есть! Мы с вами выбили золотую руду. Офигеть, с первого быка. Ну ладно, он мне сейчас неинтересен. Здесь мне слишком долго фармить. Давайте я снова выключу шифт, чтобы он бегать. Возрабщаемся обратно на нашу ферму. Итак, что мы сегодня сделали? Мы сегодня сделали много всего интересного, но не то, что хотели. Подожди. Тут у нас синий слаймик. Синий слаймик. Нужно его как-то будет зафармить. Надеюсь, он меня не убьет. Не убьет, не убьет или убьет. Да, я зафармил себе слаймика. И быстренько отсюда сваливаем. Здесь у нас тоже безголовые люди почему-то бегают. Как они здесь оказались? Видите, мы, получается, потратили ключ. И чтобы зайти в следующий раз сюда, нужно будет снова 200 коинов. Мы можем, кстати, здесь просто продать вот эти все. Допустим, 285 коинов нафармили. Этих у меня нет. И этих тоже. То есть мы здесь ничего больше не продаем. Возвращаемся обратно домой. Что мы должны купить? У меня сейчас есть 1059 коинов. Дерево я не буду покупать. Я, наверное, куплю себе... Знаете, что хочу? Я хочу себе... Сколько стоит? Подожди. Сколько стоит? Я хочу купить себе рассаду. Это лук. Но лук у нас стоит целых 2000 коинов. Поэтому сорян. Сегодня без лука пока что. Так, возвращаемся. Посмотрим, что у нас там выросло. Так, видите, все деревья выросли. Вся ферма выросла. Посмотрим, насколько работает моя випочка. Которую я купил за 400 робуксов. Так, мне больше... Ну, давай. Бонусные семечки где? А... Ни одной бонусной семечки у нас только что не было. То есть сильно я расстроился. Ладно, ладно, ладно. Быстренько высаживаем все, что у нас есть. Это у нас семена помидорчика. И семена пшеницы. Все это засеиваем в наше поле. Небольшое, скажем так, импровизированное. И смотрите, вот они деревья. О чем я говорил. Мы сами рубим это дерево. Мы рубим дерево. И сейчас должно вырасти следующее. По крайней мере, так у меня получалось. Почему сейчас не получается? Алло. Неужели... А, вот видите, получается. Мы только что с рубили дерева. Вырастает следующее. Еще одно с рубили должно вырасти следующее. То есть вот такая у меня ферма кажется намного прикольнее, чем то, что вы мне объясняли. Садить вот так, вот так. Видите, вот. Вот они вырастают. То есть я, наверное, сделаю большую плантацию с деревьями. Хочу высадить деревья, которые стоят у нас по тысяче. Вот данные деревца. Потому что они очень важны. По крайней мере, сейчас я хочу их... Ну, немножко, скажем так, удариться в эти деревья. И сделать небольшую ферму из них. Докупить еще где-то примерно 5 таких деревьев. Потратить 5 тысяч и сделать ферму классную. Ладно, ребят. Сегодня мы задачу минимум сделали. Это построили мой первый домик. Правда, убогий. Но это все равно домик, ребята. Построили наковальни. Построили вот это вот каменотес. И не построили третий верстак. Увы, ребят, слишком много всего нужно. Я, окей, камни я бы достал. Вот стилрот и такая железная стержня я не сделаю сегодня. Я их сделаю вне записи. И мы с вами в следующей серии уже построим. И займемся чем-то еще более интересным. Ребят, на этом я заканчиваю серию. Не забудьте поставить лайк. Подписаться на канал. Нажать на колокольчик. И, ребят, напоминаю. Чем больше лайков, тем чаще будет выходить данная рубрика на канале. Всем удачи и покедова. Субтитры сделал DimaTorzok